Вопросы ЖКХ решаются. Вопросы здравоохранения, образования, коммунальное хозяйство, комитет по имуществу, силовые структуры. Поэтому круг вопросов очень большой. Заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина, курирующая работу жилищно-коммунального хозяйства, рассказала, как удается решить вопросы, связанные с содержанием домов. Здесь работаем напрямую с управляющей компанией и с активистами домов. Со старшими по домам, с советами домов, с председателями советов домов. Местный житель Александр Сачиков ранее обращался к заместителю главы муниципалитета Татьяне Каляминой по поводу вывоза бытовых отходов и благоустройства территории поселка Битца. Сейчас он видит результат работы представителей администрации. На наш вопрос ответили просто. Нам просто помогли, поставили контейнеры, которые мы очень долго просили. Плюс нам помогли с субботникам, помогли с зелеными наслаждениями. Поэтому сегодня пришел Татьяна Калямина поблагодарить. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров напомнил присутствующим о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги и Юго-Восточной Хорды. Отметил, что в этом году на территории округа ведут новые парковочные места. Также рассказал о проделанной работе в отрасли общественного транспорта. Здесь при такой очень плотной поддержке губернатора нам удалось уже получить на сегодняшний день 39 автобусов. И они уже запущены, работают. И еще 25 автобусов до конца года будет поставлено в Ленинский городской округ. 11 из них мы поставим на замену и 14 дополнительно поставим. Станислав Катаров внимательно слушал вопросы, которые ему задавали жители, и давал на них четкие и ясные ответы. Вопрос по поводу поликлиники. Когда у нас будет ввод в эксплуатацию, что она из себя будет представлять? Будет это обслуживание по ОМС, либо коммерческая организация? В эксплуатацию до сентября он точно уже будет. Туда зайдет коммерческая организация, но по ОМС предоставлять обслуживание будет. До конца года, ввод они получат где-то до сентября, до конца года уже откроются и будут принимать. Все просьбы и предложения, озвученные на собрании, будут приняты и взяты на контроль профильными отделами администрации Ленинского городского округа. А встречи с населением в рамках выездной администрации продолжатся.